С праздником! Мы продолжаем ход Ханука. Как вы говорили, что человек должен сожгать ханукальные миноры у себя дома, и свет миноры должен светить на улице. И было время, во время, когда евреи жили в Бабилоне, которые запретили сожгать свечей, не только ханукальные свечи. Есть такая религия, которая называется, по-моему, зотарианцы, которые, когда у них праздника, нельзя вообще сожгать свечей, иметь свет в никакой дом, кроме дом их молитвы. И наши мудрецы говорили, что бешата сакана во время, когда это опасно, пусть человек сожгает ханукальные свечи у себя дома на столе своей гостиной или своей кухни, значит, ханукальные свечи должны светить у себя дома. И на это основание говорят решенным, что на самом деле в наше время, когда у человека нет возможности сожгать ханукальные свечи на улице, как у нас мы живем в таких квартирах, в таких многоэтажных домах, и когда мы живем в более высоком, чем 20 лотке, это 10 метров высота, вообще из улицы ничего не видно. Поэтому наши мудрецы говорят, что таким образом человек может просто сожгать ханукальные свечи у себя дома. Но при этом есть мнение, которое считает, что когда человек, например, живет на 10-20 этаже, и напротив есть дома, тоже высокие дома, такая высота, и это окно видно от соседних домов, значит, это имеет статус как улица. И я один раз был в Мэнхэттене, и там есть синагога на 46-м этаже, и мы там были лезли, и я видел, что в соседнем доме там вообще весит реклама. На соседнем весит реклама, и реклама именно весит для людей, которые живут на том же самом этаже, в соседних домах. И поэтому на самом деле это, значит, это, конечно, видно, и поэтому можно сожгать ханукальные свечи на окнах, даже если человек живет на 46-м этаже. Продолжение следует...